Вопросы, значит, интересные, не думал об этом, но сейчас, собственно, прокомментирую. Может ли один и тот же человек быть исполнителем заявок по разным лотам? Поскольку на момент подачи заявки, ну, во-первых, каждый лот рассматривается отдельно, во-вторых, подача заявки на несколько лотов не означает, что, собственно, все лоты будут этой же организации выиграны и придется делить персонал по разным лотам, поэтому с формальной точки зрения один человек может быть заявлен в разных лотах. Но как только, если мы столкнемся с ситуацией, что вы действительно выиграли, конкретная организация выиграла два конкурса по разным лотам, ну, давайте объективно смотреть, вам придется этого человека, его время делить. Он не сможет одновременно заниматься двумя неокрами, если у него на оба лота запланирована, так скажем, полная загрузка. Поэтому я бы рекомендую с большой осторожностью вот такими опциями пользоваться и, несомненно, иметь, ну, как бы, запасные варианты и понимание, кем вы человека замените, если будут выиграны оба лота. Восьмой. Один и тот же человек может ли быть исполнителем в заявках от разных университетов? Значит, ну, смотрите, если это заявки по одному лоту, и человек настолько уверен в себе, что, будучи трудоустроенным в одной организации, имеет предложение и, собственно, гарантийное письмо, например, от другой организации, а может быть и от третьей, но, опять же, с формальной точки зрения заявки оцениваются независимо, поэтому если один человек указывает в разных заявках, с этим нет проблем, поскольку, ну, победитель будет один, и, соответственно, этот человек, в отличие от предыдущего вопроса, не будет находиться в ситуации, когда ему нужно выполнять одновременно один и тот же неокр одновременно от разных организаций. Он, в конечном счете, окажется в одной из этих организаций. Вопрос девятый. Возможно ли внесение изменений в состав коллектива в ходе реализации проекта? Да, возможно, опять же, мы объективно понимаем, что и длительность проекта в два с половиной года нас неизбежно приведет к тому, что изменения в коллективе будут. И сама специфика научной работы, ну, так скажем, относительно низкая предсказуемость ее, особенно на этапах, в которых был в 25-26 году, нас неизбежно приведет во многих случаях к необходимости либо дополнительный ресурс привлечь, либо кого-то из специалистов заменить, специалистами других профилей, других компетенций. Поэтому изменения в составе будут, мы это понимаем. Здесь единственное, что стоит это делать разумно, если будет резко меняться весь состав коллектива или какая-то большая его часть, ну, под это потребуется обоснование. Мы в ходе мониторинга, полагаю, что если увидим, будем видеть такие подобные кардинальные изменения в ходе реализации проектов, мы запросим обоснование. По умолчанию, уже отвечая на десятый вопрос, по умолчанию, в инициативном порядке уведомлять, согласовывать изменения состава коллектива не требуется. Но, значит, по завершению, ну, собственно, к моменту подписания грантовых соглашений у нас появился такой документ порядок мониторинга, ну, как с финансовой точки зрения, так и с содержательной. Поэтому там будут более четко эти процессы описаны. Но вот общий подход, он таков. Уведомлять и согласовывать каждое увольнение приемной работы не требуется, но если мы будем видеть кардинальные изменения, то соответствующие вопросы у нас появятся. Вопрос один. Существует ли обречения на количество исполнителей? Жестких ограничений, выраженных в цифрах, нет. Тем не менее, опять же, давайте сходить с принципа разумного. С одной стороны, данные в исполнителях указываются, если мы сейчас говорим о персонале, они указываются в плане работ, и план работ будет оцениваться с точки зрения, в том числе, достаточности ресурса, который запланирован на выполнение этих работ. С другой точки зрения, вы исполнитель проекта указываете в соответствующих формах справка наличия кадровых ресурсов с подтверждением опыта этих исполнителей. Поэтому не вижу смысла подавать слишком много людей, заведомо не нужно для выполнения этого проекта. Если же вопрос о минимальном количестве, опять же, четкие цифры нет, но если в ходе экспертизы заявки эксперт посчитает, что заявленного количества кадров явно недостаточно для выполнения, но это приведет к снижению оценки за план работы. Так, с какой датой предоставляется опыт исполнителей проекта выполнения НИОК? Уговорите проект с 1 января 2019 года. Опять же, просим прощения, это четко не дописали. По всем НИОКРам опыт с 1 января 2019 года. Аналогично и по тем НИОКРам, которым подтверждаете опыт организации. Дата та же, начало 2019 года. Вопрос 13. Какое количество выполненных НИОКР, количество рид авторов, которые планируются к привлечению и выполнению НИОКР, можно указать в справке о наличии кадровых ресурсов? Приложение 6. Не ограничено. Опять же, здесь рекомендую, во-первых, принципом разумности и достаточности руководствоваться. Во-вторых, рекомендую заглянуть, изучить приложение 11 по критериям оценок. Из него, собственно, можно более детально понять, о какой опыт ваших сотрудников кадров будет необходимым и достаточным для получения максимальных баллов по соответствующим критериям. Вопрос 14. В графе оснований для включения исполнителя состав коллектива. Вопрос 14, который представлен в речне документов. Правильно это понимаем? Данные документы требуются приглашать заявки, допускать вместо трудового договора приглашать выпуск из приказа о назначении должности. Нет, там указан трудовой договор или договор ГПХ, или гарантийное письмо. Соответственно, пользуемся этими документами, но при этом посмотрите внимательнее в таблицу, какие именно документы требуются прикладывать, а какие не требуются прикладывать. Так, можно, пожалуйста, дальше? На этой странице вопросы закончились. А, это продолжение. Нет, это или тот же вопрос. Как правильно ли принялся состав коллектива могут быть включены исполнители, не являющиеся сотрудниками университета? Да, ранее, кажется, этот вопрос отвечал. Те, кто не являются вашими сотрудниками, может быть, могут быть включены коллектив исполнителей, если вы предоставляете соответствующие документы, например, гарантийное письмо. Как должно быть оформлено гарантийное письмо? Конкретных требований нету. Это должно быть письмо от университета в адрес, собственно, исполнителя, которому вы гарантируете трудоустройство. Можете сделать письмо, ну, так скажем, по месту требований, его также приложить к заявке, в этом случае, там, одним из его получателей может считаться фонд, которому вы также гарантируете, что вот третье лицо примите на работу. Но автор письма, адресант – это университет. Одним из получателей, естественно, должен быть, собственно, сам сотрудник, которому вы гарантии от трудоустройства выдаете. Вопрос 15, пункт 2.1, критерий оценки заявок. Как, кажется, наличие у руководителя выполненных неокр. Тоже, прошу прощения, не буду полностью засчитывать цитаты из приложения 11. Надеюсь, что многие с ним ознакомились. Наличие 40% тоже опыта. Подскажите, в данном критерии считывается только неокр, выполненные под руководством или которые были исполнители. Тоже, спасибо за вопрос. Вижу, он второй раз повторяется, поэтому не грех второй раз ответить. При оценке опыта руководителя учитывается те неокр, в котором он был руководителем. При оценке по второму, собственно, критерию этого, критерия оценки, опыт исполнения неокр. Соответственно, учитывается неокр, в котором соответствующие сотрудники были исполнителями, не обязательно руководителями. Так, материально-техническая база, с кадрами, кажется, закончили. Вопрос первый. Если оборудование доступно у партнеров в собственности, нам разрешено пользоваться безвозмездно, так это указывают справки. Это будет безвозмездное пользование. Собственность. Здесь указывается формат собственности, если оно в собственности именно у вас, у заявителя. Если оборудование в собственности у иной организации, то подтверждается ваше право в пользование этим оборудованием. Соответственно, оно подтверждаться может в зависимости от того, как оно у вас зафиксировано. Договором, соглашением, иными письмами важно, чтобы это право было прямо зафиксировано. Будет ли в заголовке этого документа стоять слово «договор» или соглашение не столь принципиально. Возможно ли в качестве документов, подтверждающих влечья ОТБ, прикладывать инвентарные карточки на это оборудование? Здесь мы тоже, здесь мы ссылаемся на, собственно, данные, зафиксированные в объявлении об отборе. Там указан документ основания возникновения права собственности. Значит, соответственно, инвентарные карточки таким документом не являются. Это непосредственно, соответственно, реквизиты должны быть актов приема передачи, соответствующих договоров поставки, покупки оборудования. В общем, тот документ, который подтверждает, что оборудование к вам пришло, и у вас появилось право собственности. И да, в этом случае в справке указываются не реквизиты инвентарных карточек, реквизиты актов, договоров, тех документов, которые подтверждают возникновение собственности. Которые позволяют понять технические... И которые, да, спасибо за дополнение. И, соответственно, документов, в которых, в отличие, например, от инвентарных карточек, содержится описание характеристики этого оборудования. Поскольку, значит, эта информация также может использоваться экспертами при оценке, например, плана работы. Если там указано оборудование с, ну, условно, неизвестным экспертным названием, он сможет с помощью этих документов понять, что это за оборудование, и каковы его характеристики, и подходит ли оно для выполнения тех работ, на которые оно планируется. Если оборудование находится в собственности, что указывать в графах 6, 9 и 13? Если я правильно помню, это графы, которые относятся к оборудованию, не являющемуся вашей собственностью. Это графы, которые находятся в сроках, 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 в сроках подтверждение доступа к оборудованию, который находится в других организациях. Вопрос четвертый. Каким документом подтверждается готовность партнера университета предоставить испытательную оборудование для реализации в случае? Это может быть договор, это может быть соглашение, гарантийное письмо. В общем-то, любой документ, подписанный необходимым образом, зафиксирован, где явно указано, что за оборудование будет предоставляться, ну и подтверждается, соответственно, что оно будет предоставлено. Приложение 8. Опыт организации. Так, здесь всего два вопроса. Какое количество успешно выполнить НИОКР при том, что следует сфере питательных работ? Вот их можно указать. Максимальный объем не ограничен. Советуем свериться опять же с приложением 11 с критериями оценок и прикладывать то количество или тот объем выполненных НИОКР, который вам позволит подтвердить по максимуму, так скажем, ваш опыт, чтобы получить максимальный балл по этому критерию. С учетом того, что в этом критерии учитывается не только сам факт выполнения НИОКР, но и эксперты будут смотреть на соответствие тематики этого НИОКР, тематики той работы, на которую вы претендуете. Если у вас по каким-то из работ есть сомнения, что они полностью соответствуют направлению работы, я бы предложил, так скажем, приложить их с небольшим запасом, чтобы в случае, если эксперты посчитали, что какая-то из работ по содержанию не соответствует теме лота, то была зашли на другая работа. Ну, очевидно, в этом смысле нет необходимости прикладывать НИОКР по заведомо другим темам, которые не относятся к теме выполненной работы. Принимается ли в зачет опыта акты приемки этапа по действующему договору? Ну, чуть выше уже это пояснял. Я вам рекомендую эти документы приложить. Собственно, дальше в том объеме, в котором эта работа выполнена, это может быть зачтено. Опять же, если эксперт считает, что объем этапа выполненной работы имеет некоторую завершенность и позволяет с содержательным точки зрения в том числе понять, что, собственно, не полработа сделана, а какой-то результат достиг. По иным вопросам, кто согласовывает и утверждает КЗ на титульном листе? Ну, собственно, на титульном листе каждого КЗ эти данные указаны. После разработки экспертными комиссиями с представителями различных как университетов, так и иных организаций технические задания были согласованы из секции научно-технического совета при президиуме правительственной комиссии нацпроекта бесплатно-авиационной системы и были утверждены руководителем федерального проекта, спецедренного министра образования, науки и учебного образования в СССР. Нужно ли указывать с исполнителей? Да, прошу прощения по первому вопросу. Еще, наверное, стоит прокомментировать, что в случае, если в ходе работы, в ходе достигнутых результатов по одному из первых этапов, станет понятно, что в следующих этапах необходимо каким-то образом менять форматы, подходы, графики работы, эти изменения будут сноситься аналогичным порядком через дискуссию с вашей стороны с экспертами, которые участвуют в разработке ПВТЗ, и дальше через согласование соответствующих изменений в секции научно-технического совета и в федеральном проекте. Нужно ли указываться исполнители в конце ПЗ или только заявители? Не совсем понял, в чем здесь стоит вопрос, поскольку техническое задание на выполнение работ, оно предоставлено, оно является фиксированным, вы в него изменений не вносите. Если только не потребуются какие-то разъяснения, уточнения, ну или бывает такое, исправление технических ошибок, опечаток, допущенных в ПТЗ, тогда такого технического плана правки на этапе заключения договора будут внесены, собственно, иные правки в техническое задание не вносятся. Иначе как через, опять же, согласование и утверждение с теми органами и лицами, которые изначально это техническое задание не внушали. Каким требованием должен предполагать индустриальный партнер на производстве, за который планируется внедрение разработки? Я так понимаю, это вопрос касательно тех данных, которые указываются в планах пояснительной записки, в частности, в плане по части трансфера планированной технологии. Конкретных требований не предъявляется. Опять же, это оцениваться будет экспертно на основе принципов разумности. Если этим партнером будет одна из существующих компаний, которая занимается разработкой и производством беспилотных авиационных систем или чего-то схожего с темой работы, соответственно, вот это и является подтверждением. Если там будет компания совершенно из другой области, ну, наверное, возникло сомнение по поводу того, что компания из, например, агросектора может являться производственной базой для новых двигателей, допустим, для бюстов или особых частей. Вопрос 4. Параграф 4.4.1 на указанном участке конкурса отбора является российской образовательной организацией или научной организацией. Может ли участвовать в консорцию? Нет, подача заявок от консорцию не предусмотрена. Мы понимаем и в этом смысле приветствуем, тем не менее, партнерство между разными организациями. Оно возможно, как вот видно, как мы комментировали до этого из пределива оценок. Это партнерство возможно по линии обмена совместного пользования материально-технической базой. Вы можете использовать другие организации в качестве подрядчиков-исполнителей по отдельным работам, услугам. Но, так скажем, консорциумом подаваться и опытом консорциума, то есть нескольких организаций, подтверждать опыт заявителя здесь не получится. В части опыта конкретных листов, членов коллектива вы можете использовать, опять же, сотрудников иных организаций, по которым вы можете подтвердить, что они будут в ходе реализации работать у вас. По материальной базе, ну, прокомментировал, опять же, здесь есть возможность подтверждать опыт, в том числе партнерским оборудованием. Ну и по опыту самой организации, выполнение НЕОКР, опять же, это только НЕОКРы организации заявителя. Консорциумы здесь не предусмотрены. Я, наверное, немножко еще напомню, честно, чего, наверное, нужно брать внимание на те перечни расходов, которые у нас есть, от конкурсной документации. И если мы подразумеваем участие консорциума, то участники консорциума, единственное, как они могут быть, выбраны по конкурсной основе. По тому виду расходов, где предусмотрены расходы на оплату услуг третьих лиц. Соответственно, та организация, которая подается как заявитель, она несет расходы на оплату труда именно в части своего трудового коллектива, который тогда устроен у заявителя. Сотрудники консорциума, они в этот вид расходов включены быть не могут и могут быть выбраны только по конкурсной принципу, как и остальные собственные исполнители, которые оказывают услуги по. Самому неогр. Да, спасибо за дополнение. И вопросы по поводу. Я буквально на один из вопросов отвечу, поскольку видел, что он там ко мне относится. Можно чуть ниже. По ценовому претензию там был вопрос. Да, вот вопрос номер три. Снижение цены относительно предельной цены выполнения неогрса должно ли происходить пропорционально по годам? Нет, не должно. Но при оценке будет учитываться совокупный объем средств, которые вы запрашиваете. И, соответственно, в этом смысле, в зависимости от вашего плана работ, экономия может происходить на любом из датсов. Хоть в этом году, хоть в следующем, может быть равномерно. Здесь стоит ориентироваться на тот план работы, на те расходы, которые вам необходимо понести для того, чтобы достигнуть результата. То есть план работы в пынёк, что важно понимать, потому что мы не переносим остатки с года на год. Да, и тоже спасибо за комментарии. Остатки с года на год не переносятся, поэтому настоятельно рекомендуем в своей заявке, в своих планах работ исходить от состава работ. Вот от него отталкиваться, от того, что вам нужно в каждом из годов, по каждому из этапов сделать, чтобы достигнуть результата. И от этого уже считать стоимость. Не обратным путём. Не стоит ориентироваться на то, что вот предельная стоимость в этом году 35, например, миллионов по какому-то из лотов. Давайте придумаем, что мы сделаем на 35 миллионов. Так не пройдёт. Будут проблемы с этим подходом. Кажется, когда вы можете увеличивать риски нецелевого использования средств? Как он правильно нецелевого расходования средств, так и подобный подход, ну, он как бы, очевидно, он мешает адекватно спланировать работы. Это уже риск недостижения результата. Кажется, вопросы ко мне закончились. Я готов, наконец, передать слово Ирине Мироновой, Денису Чензу, которые покажут, расскажут, что делать с финансово-экономическим обоснованием, с тем документом, который заявки, ваши заявки, в том числе для вашего планирования работ и дальнейшего мониторинга, не побоюсь этого слова, важнейшим является. Несмотря на то, что, как многие заметили, напрямую он при оценке заявки, не оценивается, хотя его, тут тоже прошу обратить внимание, оценка финансово-экономическое обоснование, как один из предметов для оценки, входит в критерии оценки плана работы. Поэтому, собственно, это важный для вас документ, который позволит не только нам в дальнейшем понимать и контролировать, мониторить вашу работу, понимать, что у вас происходит, но и вам позволит адекватно спланировать эти работы. Хорошее планирование – залог успешного исполнения. Коллеги, я сразу просто пару годных дам, потом пробежимся по самому документу ФЭО-НИОКР, который у нас является частью заявки. Как уже Костя говорил, тут важно при заполнении самого документа учитывать то, что у нас само ФЭО, оно фактически является действительно неотъемлемой части плана выполнения НИОКР. То есть эксперт, оценивая ваш план выполнения НИОКР, обращает внимание на то, что заложено по каждому этапу и действительно ли те закупки, которые заложены в этом фэйл, соответствуют тем задачам, которые вы выполняете в рамках конкретного этапа. Здесь нужно подразумевать основные моменты, то, что все финансово-экономическое обоснование, оно увязывается с теми видами расходов, которые указаны в конкурсной документации и развивается по этапам и по задачам в соответствии с этими видами расходов. У нас есть три фундаментальных ограничения, которые установлены Минфином Российской Федерации. Это нормированный фонд оплаты труда научно-технического персонала, то есть основного коллектива, не более чем 70% вход в года. То же самое есть по вспомогательному персоналу, это 40% вход в ход на основной персонал и по затратам на оборудование ИПО и более 70% на год. Тут сразу подчеркну, что у нас нет в дальнейшем в договоре каких-то плановых показателей, которые предполагают переносы между этими видами расходов. То есть заявитель, который выиграл в конкурсном отборе и заключил договор гранта, он имеет право расходовать средства исходя из тех видов расходов, которые имеются, но на конец финансового года должен подразумевать, что процентное соотношение по тем видам расходов, про которые я сказал, оно будет соблюдено. В случае, если оно будет не соблюдено, то фонд ИДИ выставляет такую сумму, как нецелевое использование средств и дальнейшим возвратом под федеральным бюджетом. И, как уже Константин говорил, то же самое по тем суммам, которые собственно закладывает заявитель в ПЭЛ. У нас есть предельный размер гранта по году, есть предельный размер гранта всего за все время реализации МИОК. Соответственно, при заполнении данного документа нужно иметь эту беду и проверять себя, что вы не вышли за эти рамки на тех листах, где у вас формируется план по расходу. то есть там есть плановый показатель по году, который не должен быть выше, повторюсь, чем та сумма, которая предусмотрена в конкурсной документации. Если мы сейчас с вами как раз обращаем внимание на сам документ, открой, пожалуйста, лист по расходу, где у нас основная информация. Соответственно, в данном случае у нас с вами есть виды расходов, которые предусмотрены конкурсной документации и на соседнем листе у нас листе расхода. Есть справочная информация, на которую нужно ориентироваться при заполнении. То есть подразумевается, что на остальных листах финансово-экономического обоснования вы даете вводные, которые суммируются и отражаются на этом листе, плюс ко всему они сравниваются с сериями барын. В первую очередь нужно обращать внимание на то условное форматирование, которое здесь заложено. если здесь у вас ваше значение будет превышать средние, то это тоже будет оцениваться экспертам, в том числе на это будет указываться конкурсной комиссией, в части того, что заявка конкретного заявителя, она не соответствует средним предусмотренным финансово-экономическим местам. И до того, как мы, наверное, пойдем дальше по листам, и немножко более подробно расскажет. Становлюсь, скажем так, на базовых вопросах, которые появлялись в части самой конкурсной документации, в части того, какие расходы и по каким принципам разрешены. У нас на самом деле частый вопрос был про административно-управленческий персонал, можно ли его оплачивать или нельзя обучать с гранта. Нужно понимать, что у нас Минфин рассматривал такую возможность, но было прямо указано, что расходы на административно-управленческий персонал запрещены за счет средств гранта. Поэтому, когда вы закладываете расчет ФЭО, мы те расходы, которые каким-то образом будут отнесены на административно-управленческий персонал в соответствии с их должностными инструкциями, в соответствии с должностями, как это будет указано в самом документе, такие расходы принять мы не сможем и, соответственно, они будут из ФЭО исключаться. Соответственно, это тоже нужно учитывать при заполнении самого документа. Также важный, наверное, момент был про казначейское сопровождение. Мы подразумеваем, что каждый договор, который заключается по итогам проведения конкурсного отбора, он подлежит заключению подсистеме бюджетное планирование электронного бюджета, и нужно подразумевать тоже, что после такого заключения открывается казначейский счет, и все расходы осуществляются под системой управления расходами. Почему сейчас про это говорю? Потому что нужно понимать, что в ФЭО, когда вы закладываете услуги контрагентов, если предусмотрено авансирование таких работ, авансирование с казначейского счета, оно допустимо только на аналогичный казначейский счет. Это нужно иметь в виду. Соответственно, все расходы, которые здесь предусматриваются, это либо расходы по факту выполнения работ, если же это аванс, то аванс на казначейский счет исполнительный. Это на самом деле важная ситуация, чтобы понимали, что не каждый, наверное, контрагент готов заключать казначейский счет или, допустим, получать оплату по факту. Соответственно, также нужно понимать, что у нас, если появляется контрагент, который выполняет определенные работы услуги по этому ФЭО, то требования в такие договоры с контрагентами, они не аналогичны заявителю, то есть там допустимо, что в договоре есть накладные расходы и прибыль, но мы предусматриваем то, что исполнитель в принципе не может быть, не может брать на себя больше, чем 50% под суммы грампы на год. То есть если ситуация говорит о том, что заявитель фактически ретранследовал средства гранта к какому-то другому контрагенту, то такой контрагент будет нести обязательства отчетности перед фондом ИТИ равносильно заявителю ровно по тем же видам расходов, которые сейчас указаны в способах, которые у нас поступали во время конкурса. Давайте туда пробежимся к основным местам. Да, коллеги, много вопросов было по заполнению ФЭО. Денис уже рассказал основные вводные потому, что вообще сюда возможно включать. Я, соответственно, расскажу более подробно как заполнять. В принципе, на первом листе есть инструкция очень подробная к заполнению ФЭО. Я советую всем с ней ознакомиться, потому что возникают вопросы ровно прописанные в ней. Начиная от того, как копировать строчки, если, например, больше должностей, чем указано в форме, с каких столбцов начинать копировать. Естественно, здесь это все указано, что у нас копирование там осуществляется простым добавлением строчек, и, соответственно, столбцы копируются начиная с столбца А. потому что у многих начинает не работать формула, если они начинают копировать не с этого столбца. Соответственно, дальше логика ФЭО строится у нас, как Денис тоже сказал, исходя из плана неокор, который вы заполняете в принципе в предыдущих, для оценки предыдущих критериев заявки. здесь форма, она тоже автоматизированная, поэтому необходимо заполнять только белые поля, обязательно указывать по подэтапам и этапам сроки их выполнения, потому что естественным образом, в зависимости от того, в какие сроки вы выполняете тот или иной подэтап, у вас будет подтягиваться должность к соответствующим расходам в смете по соответствующему году, поэтому здесь это важно указывать. Тоже у многих не работала формула, не переносились указанный человек месяц в лист от ОС, такая проблема возникала. Касаемо плановой трудоемкости, здесь необходимо указать все должности, которые предполагаются к задействованию в рамках каждого из-под этапов. В примечании указана очень подробная форма, формула, как вообще расчет осуществляется по человеку месяцам. Обращаю внимание, что мы тут исходим из среднего количества рабочих дней в месяц, и средней продолжительности рабочего дня. Соответственно, когда дальше у вас это все подтягивается, фонд оплаты труда, у вас также будет рассчитана среднемесячная зарплата. Кто-то задавал вопрос, что считается средняя по подэтапу. Это не так, потому что здесь вы сами должны указывать текущее рабочее время по каждой должности и соответственно и соответственно Продолжение следует... 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 Соответственно, вы должны указать тип объекта МТБ, что это у вас материалы, оборудование, либо это ПО, индивидуальное или групповое, и, соответственно, указать, в какой собственности они находятся. Естественно, ФПО учитывает те объекты МТБ, которые планируются к закупке, на которые фактически будет израсходовано средство гранта. Соответственно, дальше в логике вы должны заполнить основную информацию о себе, то есть это тоже белые поля. Был вопрос, что такое ставка ВФБ, ВБФ, это внебюджетные фонды, то есть ставка, по которой вы платите страховые пенсионные взносы. Здесь необходимо указать, потому что у вас дальше будет расчет этих страховых взносов по фоту, по договорам ВПХ. И, соответственно, основной АКВЭТ исполнителя. Основной АКВЭТ указывается максимально приближенный, то есть после одного знака, после точки детализация более глубокая нам не нужна, то есть указывается исходя из того перечня, который здесь есть. Лист «План по расходам» он автоматически заполняется из тех листов, которые вы указываете в разрезе видов расходов. Соответственно, по листам, как Денис перечислял, у нас есть предусмотренные объявления перечень расходов разрешенной. Соответственно, это расходы на оплату труда основных сотрудников. Основными сотрудниками считаются те, которые непосредственно заняты в выполнении НИОКР, непосредственно влияют на результат выполнения НИОКР, и которые, видимо, потом будут включены в рабочую группу по этому НИОКРу. Соответственно, тоже был вопрос, есть ли какая-то зависимость прям прямая между должностями и отнесение сотрудника к основному или к вспомогательному, здесь нужно исходить из его отношения к результатам НИОКР. Если он непосредственно влияет, то тогда его нужно относить к основным сотрудникам. Если его работа будет аллоцирована только на результат НИОКР, он выполняет какие-то научные темптики, вспомогательные инженерно-технические функции, тогда нужно относиться к вспомогательному персоналу. Соответственно, при заполнении этого листа вы также, как я уже говорила, просто используете обычный функционал Excel путем вставки строк и путем копирования строки выше. Вот я это сейчас демонстрирую. И, соответственно, у вас дальше будет формально подтягиваться именно та должность, которую вы указали в плане НИОКР, ну, тот набор должностей. Еще раз повторюсь, вы заполняете здесь только то, что выделено белым. Ячейки, которые выделены серым, вы не заполняете. Они заполняются автоматически. По поводу обоснования. Коллеги, у вас очередная перезагрузка происходит, я так понимаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нет. Она у Светы откладывается тоже, значит, что подозрочно Яндексом что-то... Ну вот, у Светы тоже отворили. Коллеги, мы вас слышим. У вас сейчас что-то устойчиво. Отлично. Так, слышно, да? Да. Давайте мы попробуем еще раз вернуться к форме ФЭО. Я надеюсь, хотя бы у наших зрителей нет таких же проблем. Да. В общем, по поводу обоснования. Коллеги, указывайте, какое обоснование у вас есть. Мы, в принципе, рассматриваем любой вид обоснования. Нам важно понимать, как вы, в принципе, сформировали размер среднемесячно-численной заработной платы по каждой должности. Здесь. Соответственно, по оплате вспомогательных сотрудников тоже был вопрос. Нет, здесь не тянется из плана НЕОКР перечень этих работников, потому что план выполнения НЕОКР предполагает указание именно непосредственно занятых сотрудников на реализацию НЕОКР. Здесь в свободной форме вы также указываете, какие вам работники будут нужны, чтобы помогать, но и технического характера. И аналогичным образом вставляете данные по ним ниже. И по их среднемесячно-численной заработной плате. И рассчитывается автоматически фонд оплаты труда. Вот здесь хочу как раз вернуться. Вот тоже то, о чем Денис сказал. Возникали разного рода вопросы. Когда вы заполните, у вас заполнятся листы по фонду оплаты труда основных сотрудников и по фонду оплаты труда вспомогательных сотрудников, у вас автоматически эти данные потянутся вот на этот лист в общих расходах. Также потяните сюда среднемесячную начисленную заработную плату на одного сотрудника. Она у вас будет сравниваться со среднемесячной начисленной заработной плате в целом по Российской Федерации по данным Росстата по каждому году. Здесь мы исходили из каких данных. В 2023 году, за 2023 год у нас есть данные официальные Росстата по размеру этой заработной платы. Соответственно, на 2024, 2025 и 2026 год мы использовали прогнозы на эконом-развитие официальный о инфляции по базовому сценарию. В общем-то, и здесь, соответственно, появятся именно те значения, которые учитывают эту инфляцию. Если у вас среднемесячная начисленная заработная плата на одного сотрудника превышать будет более чем на 20% уровень, согласно прогнозным данным Росстата, у вас эти ячейки автоматически загорятся красным. Тоже, по-моему, был вопрос, на что ориентироваться и является ли это каким-то критерием отсечки. Мы рекомендуем на этот уровень ориентироваться. Но если, конечно, у вас там какие-то есть обоснования, почему у вас превышает больше чем на 20% этот уровень, лучше всего их прикладывать, я думаю, что экспертами это будет также рассмотрено и сформировано по этому вопросу позиции. Мы здесь, наверное, еще добавим то, что понятно, что у нас заявки поступают из разных регионов Российской Федерации, а здесь среднее это по РФ. Как был один из вопросов, если компания находится в Москве, рекомендуемая зарплату по сотрудникам научной отрасли 204, по-моему, мы понимаем, что вы действительно не можете им платить меньше. Но закладывая такую зарплату на научно-технический персонал, стоимость заявки, естественно, будет отличаться в большую сторону, чем у тех заявителей, которые выполняют заявку из региона. То есть это уже как бы сугубо тот фактор, который повлияет на оценку заявки в части цены. Да, коллеги, и еще тоже ряд вопросов. Здесь мы все-таки берем среднюю заработную плату по основному АКВЭД организации, не в разрезе должностей, потому что, в принципе, вы можете разного характера сотрудников нанимать на разные должности. Мы ориентируемся на основной АКВЭД по вашей организации для оценки этого соотношения. Аналогичным образом по вспомогательным сотрудникам. Да, у вас также будет тут загораться красные окна в случае превышения среднего уровня по основному АКВЭД по Российской Федерации. Соответственно, дальше вы заполняете лист по командировочным расходам. Вопросов, я, насколько помню, по командировочным не поступало. В принципе, здесь достаточно простая форма. Наверное, все эти данные в тех организациях, которые были в командировках, либо планируют в них ездить, они у вас есть. Да, это расчет стоимости проезда, проживания и суточных на день и по году. Соответственно, мы тут даем такую возможность вам не указывать конкретные направления, куда вы хотите командировать сотрудников, а указать усредненное значение. Но они тоже будут сравниваться со средней стоимостью одной командировки на одного человека без учета продолжительности, которая, в принципе, по организациям, которые осуществляют различные операторские функции и консультационные функции. Ну, тот размер средней стоимости одной командировки, который по этим темно-организациям есть. Аналогичным образом будет сравниваться с этой средней стоимостью. Если превышать у вас будет на более чем 20%, будет загораться кошка красным, и нужно будет дополнительное обоснование приложить, почему у вас превышение. По поводу оборудования, оснащения рабочего места, форма максимально автоматизирована. То есть мы, в принципе, исходим из того, что вы должны указать стоимость IT-оборудования, и дальше она уже с учетом инфляции протягивается, и, соответственно, стоимость комплекта мебели на одного сотрудника, и количество закупаемого у расходных материалов. Ну, здесь, допустим, примерные значения указывать. Да, ну, мы тоже понимаем, что вы, наверное, не можете там, да, спланировать вплоть до кабелей, провода, сколько вам нужно, поэтому тут можно указывать среднюю стоимость. Касаемо услуг и работ, тут вы также указываете те работы или услуги, которые вам потребуются в ходе выполнения неокров в разрезе годов. И, соответственно, если у вас договор ГПХ, у вас должны автоматически рассчитываться отчисления в небюджетные фонды, вот, которые тоже был вопрос, они тоже входят в состав расходов по гранту НДФЛ и страховые взносы. В состав именно этого вида расходов, где у вас как раз отражены затраты. То есть, если у вас отчисления по ВВР относятся к договору ГПХ, то у вас эти начисления притянутся в тот вид расходов, где у вас расходы на работы и услуги. То же самое касается основного персонала, в этом моде. То есть, у вас начисления входят в этот вид расходов. Да, обращаю внимание, что, да, в целях расчета налогов и страховых взносов нужно отдельно указать работы и услуги, которые не под ГПХ будут оказываться, и те работы и услуги, которые будут по ГПХ. Сумма должна быть указана с НДФЛ для того, чтобы вам автоматически рассчитать отчисления по страховым взносам. Касаемо ПО и материалов. Также у вас сюда будет подтягиваться наименование тех материалов, оборудований и ПО, которые вы укажете на листе материально-технической базы. И, соответственно, здесь вы должны указать цель закупки этих материалов. Если это какое-то лабораторное испытание, то нужно это указать. И их стоимость по годам. Здесь мы тоже даем возможность указывать, в том числе, исходя из инфляции прогнозной, например, на 2025-2026 год, если каких-то нет жестких контрактов у вас. И, соответственно, указывайте материалы, оборудование и ПО. В общем-то, это все по листам. Соответственно, дальше то, что вы укажете на этих листах, еще раз, агрегируя выше сказанное, оно подтянется на лист расхода. И здесь вы увидите тот ввод в вашей стоимости НИОКР, который рассчитывается автоматически. Обращаю внимание, что в соответствии тоже с объявлением об отборе у вас, как Денис сказал, предусмотрены три важных ограничения, которые нарушать ни в коем случае нельзя будет при реализации НИОКР. Это что у вас затраты на оплату труда должны не превышать 70% от общей суммы гранта. Если у вас по расчету окажется, что они превышают по каждому году, тоже это загорится красным. Соответственно, что расходы на вспомогательный персонал у вас не превышают 40% от расходов на основной персонал. У вас эти расходы загорятся красным в случае превышения. И расходы на материально-техническое оборудование не превышают 70% от общей суммы гранта по годам. Если будут превышать, согласно введенным данным ФЭО, у вас они также загорятся красным. Дальше у вас формируется план по расходам. Тоже был вопрос, входит ли этот план в состав договора и можно ли его редактировать. Но это общие плановые значения по расходам. Они не являются частью договора, но нужно о них ориентироваться будет при реализации ОКР, чтобы в принципе не выйти за те ограничения, которые установлены в объявлении. То есть у нас в договоре гранта, который является приложением к объявлению о проведении конкурсного отбора, если его открыть, можно увидеть, что нет отдельного приложения сметы расходов. Соответственно, грантополучатель расходует средства с учетом тех ограничений, которые предусмотрены текстом самого договора конкурсной документации. Единственное, о чем я уже сказал, это то, что на конец учетного года мы четко отвергали то, что фактические расходы, то есть процент фактически из расходованных средств гранта по определенным видам расходов он не должен превышать установленные нормы. То есть если там предусмотрено, что на оплату труда основного персонала не более 70%, то на конец отчетного года этот процент не должен быть выше. Да, ну, в общем-то, это все вопросы, наверное, я постаралась осветить, которые задавались по заполнению ПЭО. И еще обращаю внимание, что скрытые листы, они не нуждаются в заполнении или в какой-то корректировке, они являются сугубо вспомогательными. Заполнять нужно только то, что не скрыто, и то, что выделено белыми полями. У нас дополнительно были вопросы, которые ты, Константин, мне сейчас присылал. Могу их зачитать или ты можешь сам начать? И еще у нас остались неотвеченные некоторые вопросы по ПЭО, которые поступили до вебинара. Тоже, пожалуйста, их не забывайте. Вопросы, которые поступили до вебинара, это те вопросы, которые были в файле Word, правильно, на экране? Да, 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 мы сейчас откроем. Давайте их тогда сначала, а потом пробежимся по-новому, который ты мне, Константин Кельчевский. Вопросы. Мы на них сейчас начнёмся ответить? Нет. Нет. Третий вопрос. Вон, пожалуйста. По первому вопросу я когда-то, как раз, рассказывал про условные форматирования, которые зашиты в документы, и про примеры того, если заявитель представляет, допустим, один регион Российской Федерации либо другой регион Российской Федерации, мы понимаем то, что у вас в условном форматировании будет, условно говоря, показывать, что вы превышаете среднее, но, собственно, это среднее, она фактически по РФ. Поэтому мы понимаем, если там заявитель, допустим, из Московского региона или Ленинградской области, допустим, Патерстана, скорее всего, что там среднее по региону, она выше, чем, допустим, по региону, допустим, Забайкальский край, и, соответственно, у нас, возможно, она выше, чем среднее по РФ. Это допустимо, это просто дополнительно будет подсвечиваться к отклонению. Ну, фактически, это просто увеличение стоимости заявки заимителей, как я уже сказал. То есть, ответить на вопрос кратко, то да, можно, в соответствии с тем, какой уровень заработной платы с новым организацией. Второй вопрос. Перестределение статьи расходов. Ну, как вы уже отвечали, у нас нет сметы расходов. То есть, ваше ПЭО, оно анализируется на момент подачи заявки. Соответственно, эксперт анализировал ПЭО, поставил балл. Дальше у нас заявитель, фактически, который признан победителем, он расходует средства в соответствии с теми видами расходов, но без определенных лимитов, установленных в смете. С учетом того, что есть ограничения, как я уже сказал, что на конец года должен быть соблюден процентное соотношение, указанное у нас в договоре. Таких процентных соотношений – три. Так, на третий вопрос Константин отвечал, а на четвертый. Смотрите, но я бы говорил тоже про авансы уже на самом деле. Мы подразумеваем, что гранат перечисляется только на казначейский счет, и, соответственно, если смотреть у нас приказ 214-я, то все авансы, они также допустимы только на казначейский счетах. Остальное только по стоплане. И 4-2, да, дополнительно я тоже комментировал, что все зависит от того, сколько процентов соисполнителей выбирает по году. Ну и подразумеваем, что соисполнитель должен быть выбран в соответствии с положением закупочной деятельности, и все результаты его работы должны принадлежать заказчану. И те вопросы, которые нам пришли дополнить, я сейчас вычитаю. Был вопрос технический, про лист с указанием ПВ оборудования, да, то есть один из заявителей не может внести наименование компонентов. Ирина уже говорила, на самом деле, про то, как исполняется сам документ. Если обратить внимание на лист МТБ, то там можно выбрать все оборудование, в том числе выбрать ПО индивидуальное, либо ПО групповое. То есть именно там будет указано наименование оборудования, которое ретранслируется на лист с видом расходов, где уже конкретно можно будет указать цель закупки и суммы. То есть опять-таки у вас просто система автоматически подтягивает листа МТБ на лист, на расходы, на приобретение оборудования ПО. То есть эти просто два листа взаимодействия. Какую форму могут иметь документы, подтверждающие сведения в ФЭЛ? Ну, у нас предполагается, что в ФЭЛ вы прикладываете архив с материалами, подтверждающие те данные, которые вы здесь указали, либо же есть возможность в тех колонках, которые подтверждают наличие обоснования, указать, допустим, ссылки на какие-то открытые источники. Но, опять же, мы с вами понимаем то, что заявка при заполнении и заявка при ее оценке при открытии такой ссылки может приводить к разным ценам на оборудование, поэтому рекомендуем в архив добавлять скриншоты, где есть подтверждение о том, что такая стоимость оборудования на момент заполнения заявки, либо указывать ссылку, допустим, на siteb.archive.org, где есть слепки на определенную дату, чтобы эксперт мог четко понять, что эта сумма, которую вы указываете, она действительно подтверждена конкретной ссылкой. И еще у нас было пару вопросов. Среднемесячная начисленная зарплатная плата определяется исключительно по основному АКВЭД или, возможно, опираться на дополнительную АКВЭД организации. У нас предусмотрен основной АКВЭД, и он является ориентировочным для оценки эксперта на сравнении с ним. Есть ли ограничения по проценту от общего объема гранд, и у затрат услуги и работы? Нет, у нас с Мельфином не установлены такие ограничения, но важно понимать, в какой момент у нас гранд предоставляется получателю поддержки на основе его заявки и данных указанных в заявке часть тех работников, которые реализуют НИОКО. Соответственно, не подразумевается то, что получатель поддержки после того, как он выиграл конкурс, фактически перераспределяет все средства на третьих лиц, и третьи лица выполняют НИОКО за него. Это нужно подразумевать, это также у нас будет мониториться, и если фонд НТИ сочтет то, что заявитель ввел в заблуждение организатора конкурсного отбора и фактически реализует НИОКО, несобственными силами, у него нет на это компетенции, он привлек на всю сумму гранд, условно говоря, стороннее лицо, то мы подразумеваем, что это нарушение договора, и фактически заявитель уже на момент подачи заявки ввел в заблуждение фонд НТИ. И то ограничение, которое также предусматривано в договоре грандом отдельно, что у нас, если заявитель выбирает исполнителя, которому он перераспределяет средства в размере больше, чем 50%, то такой исполнитель обязан отчитываться равносильно получателю поддержки. И последний вопрос у нас про НДФЛ. Соответственно, смотрите, у нас те... А, давай. Конечно. Как заполнять таблицу по ходу в графе ход с учетом НДФЛ, если с 25-го года планируется его изменить? Изменения еще не приняты, и новые проценты налога не утверждены. Наверное, вопрос сам подразумевает ответ. Если у нас нет утвержденного изменения, то мы заполняем в соответствии с теми НПА, которые действуют в текущем моменте. У нас, собственно, вот в самой таблице зашиты все текущие ставки, и более того, мы подразумеваем, что все-таки здесь общий ход, а общий ход он складывается с НДФЛ и выгнуты науки. То есть гроз по сотруднику, он не изменится, не в зависимости от того, какая ставка НДФЛ. И то есть стоимость заявки от этого тоже не изменится. Не важно, ставка НДФЛ 15%, 13% и 22%. Общая стоимость заявки будет одинаковой. И вот у вас там, где лист расходов, соответственно, там же на этот вид расходов все будет на одном виде. Да, чуть-чуть дополню. В теории вы можете, в принципе, заложить эту дельту, потому что, в принципе, мы тут не привязываемся к какой-то ставке, а привязываемся скорее к человекам месяцам, которые вы укажете в плане выполнения НЕОКР. Ну, привязываемся, что в первую очередь, да. Вроде все. Тут я и скину. Да, кажется, это все вопросы, поступившие по части финансо-экономического обоснования. Я так дальше еще раз из выступающих, поступивших по времени вебинаров, на часть вопросов отвечу. Не на все, потому что, вот кто-то сейчас просматривал поступившие в ходе вебинара вопросы. Мое почтение тем, кто написал запрос на три страницы мелким шрифтом, мы его обязательно внимательно прочитаем, но полагаю, что он не стоит на него сейчас отвечать. Да, коллеги, по вашей части, там тоже есть вопросы. не менее, большинство вопросов сейчас постараемся покрыть из тех, что пришли во время вебинара. Если на что-то не ответим, то, коллеги, не переживайте, поскольку вопросы все-таки пришли, может быть, и к лучшему, что не в чат Яндекс.Телемоста, который нас сегодня подвел, а на почту. Соответственно, мы имеем возможность вам и после вебинара ответить, обязательно это сделаем с теми вопросами, на которые не ответим пусто. Так, как будет учитываться опыт работников, которых только хотят привлечь, если его подтверждение необходимо предоставить копии договора подчета фактов под другой организацией, в которой человек выполнил проекты и которые являются коммерческой тайной другой организацией. Действительно, возникал вопрос и по коммерческой тайне, и по ряду под грифами ДСП совершенно секретно и прочими. Ну, к сожалению, очевидно, что если сам сотрудник как исполнитель или вы как организатор не имеете возможности раскрыть эти документы, предоставить их фонду МТИ, то они не могут являться подтверждением. На этот счет сделана в документации оговорка, что конфиденциальные данные, если они составляют не все содержание предоставляемых документов, могут быть вымороты или в случае, если отчет ОНИОКР, например, такие данные содержат, но не полностью из них состоит, то, соответственно, можно предоставлять отдельные листы отчета, которые в случае, например, с подтверждением опыта сотрудников, позволяют понять тему работы, коротко понять содержание работы, ну, аннотации, например, и подтвердить коллектив исполнителей, в этом смысле, что заявленный сотрудник действительно является исполнителем этой работы. в таком случае весь отчет ОНИОКР полностью предоставлять не требуется, но, собственно, если даже сам факт выполнения работы, ее тема и так далее являются коммерческой тайной или другими режимами защищены, то, к сожалению, действительно мы не сможем оценить и подтвердить опыт работы под крисом совершенно секретно. Вы просто не сможете нам ее предоставить. Возвращаясь еще раз к началу, если убрав какие-то данные можно эту работу предоставить, мы готовы такие документы рассмотреть. Не обязательно, чтобы весь отчет ОНИОКР полностью был предоставлен для подтверждения. Так, такими документами подтверждать опыт выполнения проекта, если проект финансировался, например, фондом НТИ или РНФ, где акты не предусмотрены. Я, пожалуй, проконсультируюсь с коллегами, каким образом мы можем принять документы по таким проектам, чтобы... Константин, я думаю, если брать проекты НТИ, то проекты НТИ имеют аналог, в общем-то, это протокол наблюдательного совета платформы НТИ, которому четко написано, что проект успешно завершен либо неуспешно завершен, поэтому этот протокол точно можно предоставить, чтобы подтвердить выполнение проекта НТИ. Да, единственное, что меня смущает, такой тип документа прямо не указан в объявлении об отборе, поэтому я хочу проконсультироваться с коллегами по юридической части и после этого дать окончательный ответ, собственно, в ответ на это письмо на попозже. Но пока ответы не поступило, тем не менее лейтинга